хайл гайсами шумки мы продолжаем проходить группа на зомби у них команда так ну это сегодняшняя будет последняя серия у меня ну типа я с первой играю по вот эту серию потом буду рендерить 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 и как раз потом нужно будет начать проходить тогда игры на 12 00 который а там прикольные будут скоро игры ну для меня конечно для вас там не знаю как нормальным замечу что она достается на пятерку почему-то типа если всего лишь могу иметь так мало оружие почему я натуре да Ну Одна группа наших ребёнок убил. Конечно, это не только один. мое дело забрать так вот черт не прыгнул хотя чуть уплю блин а вот это вот сложновато сейчас понять как мне сюда выбраться он ни хера себе на какую глубину могу спустаться сложно-сложно это спенсер он здесь хотя на самом деле за счет них я мог упасть сверху и рассеречь этих всех пятерых ну ладно бог с ними и 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 Ай, тишка с красотей же. так что мне вообще там по заданию я забыл про это же нихуя не понял а 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 пока сложно короче варим для понимания так био чистка часть 1 так акт о запрете биосолдат более известен как био чистка акт о запрете биосолдат это закон выдающийся и исполняющий по приказу президента алана смотреть алан гадард в 2036 году появление закона было вызвано растущим беспокойстве в обществе вызвано появление биохимического усилителя устройства который предлагает солдатам пережившим потерю конечности или другой серьезные травмы при использовании служебной обязанности подозрения подозрения публики были названы тем что биомические усиления предлагали только солдатам работающим под командованием тактической военной разведывательской комиссии таск и что дополнительная часть предположительно вызывали психи психологические травмы такие как шизофрения сильные паранойи и повышенная агрессия ахан ахан на самом деле здесь такая здоровая открытая местность поэтому я не думаю что здесь можно как-то так спрятать чтоб я не увидел хотя с другой стороны хер его знает а хвататься за что хвататься за что то на самом деле что это думает не не пролив не Продолжение следует... 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 стереотеристической группировки Биорейх. История. Во время службы в пехоте США Джесси МакДеллен потеряла обе ноги при взрыве противопехотной мины. После этого ей предложили место в подразделении исследовательской и развитии ЦАК в качестве подопытного для недавно разработанной биотехнологии. Мэдлин получила биометические ноги, которые позволили ей бегать с огромной скоростью и прыгать на большое расстояние. Боевую подготовку ей преподал Натан Спенсер. И они выполнили вместе несколько заданий, среди которых самой печально известной стала операция рубильник. МакДеллен была известна смелостью и лихачеством в пользовании протезов. Ей требовалось гораздо больше модификаций и ремонта, чем любому другому агенту, особенно оперативного подразделения ЦАК. Из-за скорости в котором она изнашивала биометические протезы. Во время биочистки МакДеллен скрылась в подполе, отказавшись от должности и коррежа, чтобы не терять биометические протезы. В настоящее время. По последним данным разведки, МакДеллен присоединился к террористическому группе BioRay. Предположительно, она входит в число высших офицеров организации, в настоящее время учитывающего операции в городе Вознесении. О. Я думал, сначала может там что сверху, а все-таки запрятали. А, подожди, это же мы как раз под городом, да? Как я понимаю, здесь главный враг для меня это вода. О. Кстати, походу, это как раз те самые двери, где, помните, мы тогда выходили. Полученный фиолетовый маршрут, чтобы открыть эту дверь в матрице. Чего? А, фиолетовый матрица. Короче говоря, мне придется перепроходить все равно уровни, или что? Странно, что здесь никого нету. Так, Грэдер. Так, резюме. Так, высший офицер, возможный лидер. Резюме. Ветеран имперского конфликта, долго считавшийся погибшим. И считается, что командует ополченцами Биорейха. Так, история. Во время имперского конфликта Гербер был наиболее доверенным сторонником лидера имперсов, генералом Килдом. В результате, Грэдеру было поручено охранить захватческие агента США Джозефа Гибсона, который держался в имперском лагере для военнопленных. Из доклада Гибсона понятно, что Грэдер был садистом, который стремился пытать и ломать заключенных. Капитан США Натан Спенсер отправился в задание освободить Гексона. Столкнувшись в тюрьме с Гектором, Спенсер сумел победить Грэдера и спасти Гибсона. Грэдер встретился со Спенсером во второй раз во время имперского конфликта. На этот раз на борту оружейной платформы имперцев под кодовым названием Альбатрос. Спенсер снова одержал победу. Грэдер считался погибшим во время разрушения Альбатроса в настоящее время. Последняя данная разведчика свидетельствует о том, что, вопреки всему, Грэдер пережил разрушение Альбатроса и теперь жив и занимается важное положение в прабионечистическом настроении террористической группе Биорейха. Предположительно, он является одним из высших офицеров, а возможно даже лидером всего ополчения Биорейха. Его оперативной базой считается мобильная штаб-квартира Биорейха Конструктор. Ну и подобное в аккаунту Структоре. Сильвер. Имя неизвестно, звание неизвестно, один из высших офицеров Биорейха. Резюме. Существует очень мало данных о подразделении в терроризме, которые известны только под кличкой Сильвер. Однако его участие в террористической группе Биорейха, выступавшей в защиту Биорейха, подтверждается. История. О прошлом Сильвера и его участия в Биорейхе известно мало. Отмечается только ряд подтвержденных наблюдений и докладов по этому объекту, который считается одним из самых чинов организации. Разведгруппы полагают, что Сильвер работает своего рода послом Биорейха, стараясь собрать как можно больше выступающих в защиту биосолдат групп под знаменом Биорейха. В настоящее время в последние месяцы отмечалось присутствие Сильвера в нескольких местах по всему миру, в том числе на базарах террористического оружия. Силвера в нескольких местах по всему миру. проклятие джо если ты собираешься со мной понять число мог бы что-то о чем ты черт возьми говоришь снайпер и дьявольски хорошие вы послали мне прикрывать снайпер реликвии прошлой жизни спенсер нас убивает короче головы как мы уже на месте так несмотря че могу и вниз прыгнуть у меня просто натуре интересно меня убьет это просто дело в том что если могу сюда запрыгнуть значит тут что-то да есть и что-то за пилики не так я лучше сразу и здесь здесь тоже посмотрю чтобы мы понимали что у нас есть центр у нас есть вверх у нас есть вниз но странно что здесь вообще никого слушаем некоторые стены здесь в пещере очень тонким используя свою чудо руками и швырни что-нибудь туда а да ладно таким образом битт момента просто может быть концовка если туда зайду ну типа мне показывают идти туда где там еще идти идти но нам там видно что конечные так ну получается давно туре где-то и сзади пропустил но тогда ставлю на паузу иду искать короче находился самом начале он находился в самом начале знаете это наверное самый такой жестко спрятанную на самом деле это как-то знаете месте что-то похоже на то что было спрятано в воде только это спрятано в скале да уж так ладненько погнали покидайте эту блоку я буду заканчивать странно что локация в натуре пустая хоть бы не знаю одного робота там разведчика закинули бы ладно что мне будет потом ждать четыре предмета действие с рукой торсом лови топор задание швырните предмет во врага чтобы выполнить задание награда новое задание наверно сначала убью с взрыва если будет много тогда лучше из прыжка блять нужно убить в прыжке пятерых сразу швырнуть предмет ну да вот бомбочка пятерых убить и я еще а подожди я еще два задания новых получу ладненько давайте думаю на этом мы с вами закончим поэтому всем спасибо за просмотр спасибо ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи всем пока